Что происходит в Украине и в мире, самое важное на этот момент. Привет, дорогие друзья! Оказывается, если из страны все бегут, я имею в виду иностранные компании, то это не проблема. Это даже успех. Можно сказать, даже достижение. Глава Минцифры заявил о том, что Россия наконец-таки достигла цифрового суверенитета. Суверенитет цифровой, то я могу сказать, мы его уже достигли, потому что иностранные компании почти все ушли с рынка. Мы теперь предоставлены сами себе. Представляете, радоваться тому, что все разбежались как от огня. Ничего не хотят иметь общего. Даже в собственный убыток. Вот это я понимаю, настоящее достижение. Долго за это боролись и наконец-таки достигли. Так это и так есть, этого добиваться не нужно. Только зачем останавливаться на цифровом суверенитете? Давайте и в остальных областях достигнем суверенитета. Достигнем суверенитета в одежде и бытовой технике, автомобилях и смартфонах. А как хорошо будет с лекарственным суверенитетом? Ну вот какого суверенитета мы, похоже, точно достигли. Так это суверенитета головного мозга. Все мысли давно ушли. Так что теперь полнейший суверенитет. Смотришь, вроде дно. А на самом деле, оказывается, это совсем не дно. Вот в Кабардино-Балкарии смотришь, вроде бы великовозрастные дебилы наносят психологическую травму ученикам. А нет, это называется антитеррористические учения. Врывались в классы с оружием, брали детей в заложники, отдавали им команды, направляли оружие на детей. Это все учения. Роль дебилов, вернее террористов, изображали местный охранник, учитель ОБЖ и один из девятиклассников. При этом руководство школы уверяет, что получили разрешение у родителей на подобное издевательство. На вот эти самые учения. А в Томске, с первого взгляда, кажется, что это просто день открытых дверей в местной клинике для душевнобольных. А нет, оказывается, это патриотический автопробег. Почему женщина, одетая не по погоде, да еще и босиком с флагом, идет перед колонной машин? И почему в такой патриотической колонне, под такую прям ультрапатриотичную песню «Я русский» нет ни одного отечественного автомобиля? Что это все символизирует? «Я русский, поэтому даже обуви своей нет». Я уж не говорю про свои машины. «России нужно научиться работать». Вы сказали не так давно такую фразу, что Путин начал понимать, что настает, простите, на слове «жопа». Но с другой стороны, вот вчера по нам снова полетело 70 ракет, 51 сбили, слава богу. Нас готовят к тому, что это еще далеко не последний обстрел. Вот если у тебя действительно такая критическая ситуация, ты все равно продолжаешь кошмарить, бомбить критическую инфраструктуру другого государства. Действительно ли ты понимаешь, что все плохо? Почему тогда он продолжает бороться и продолжает воевать? А у Путина нет никакого выхода иного. Он должен ли применить ядерное оружие, чего он не будет делать, потому что он не готов к этому, он не готов умирать сам. Он готов укокошить, извините, это же не парламентское выражение, укокошить сколько угодно, убить сколько угодно людей, но он не готов умирать сам. Он вообще, на самом деле, настолько у него там поехала крыша, что он мечтает всерьез о том, что его оцифруют, он будет жить вечно. Это не шутка. Вот. Поэтому у него сейчас ситуация какая, у него единственный выход затягивать войну, затягивать любыми способами, переводить ее по возможности позиционной, бросать в бой новой резервы, бомбить Украину с тем, чтобы лишить народ тепла, света, воды, газа и так далее, и тому подобное, чтобы на том взвым. И сказал, давайте мы этому придурку от чего-нибудь отдадим, пусть он только от нас отстанет. Расчет у него такой. И он рассчитывает также, затянув войну, на какие-то серьезные подвижки в мире, в Америке, в Китае, не знаю, на Ближнем Востоке, в Тайване, еще где-то. Что-то произойдет такое, что отвлечет внимание мира и концентрацию усилий международной коалиции на поддержку Украины в ее борьбе за свою свободу и независимость. Вот у нее план такой. Другого выхода нет, потому что если он проигрывает, если его выгоняют, ну его оккупационная армия выгоняет из Украины, а элита с ним разберется. Потому что он ее лишил всего и продолжает лишать всего. Все как шло за последние месяцы, все так вот и идет. С определенными негативными, по моей оценке, последствиями для нас. Наслідки визнания Росії террористичною державою зводятся до того, что она будет еще максимально изольована. И будут эмбарго не только в торговельных секторах, бизнесово-банково, но и о покупке от России, различного рода материалов и так далее. На жаль, знаем, что некоторые страны, которые активно или пассивно поддерживают Россию от Китая, Индии, Бразилия, Пакистана и даже Угоршина в Европе, в центре Европы, они не будут подпорядковаться. Это, наверное, и всегда Россия может как-то выкручивать. Но шкода величезная, колоссальная и материальная, экономическая, финансовая, и что до имиджа психологичного будут сделаны. Это, наверное, первый раз, что такая страна таких масштабов будет признана фактически страной бандитом, террористом, злочинцем. Если перекинемо фокус даже на Белорус, если мы говорим про этих союзников, Белоруси не хочут воювати против Украины. Наверное, тяжело ему ему позволить это ядро самым выданных силовиков пойти как-то в наступ на Украину. И его импотенция, где, с одной стороны, он предлагает своего царя, хозяина постоянно, чтобы гроши ему давали, чтобы спасали экономику изоляции Украины и его, как изоляции. А с другой стороны, он не может ничего дать за винятком, очевидно, базового база, де-факто база на российской территории. Это, очевидно, важно. И обстреливают Украину и так далее. Но самих Белорусів он не мог переконать, будучи уже фальшивым президентом, чтобы они пошли против своего сусіда Повденного. Так что, говорю, я бачу, что для Путіна это такой час каких-то крайностей. Знаете, он загнан в кут, как штур. Неведомо, что там происходит в Кремле на верхах. Неведомо, насколько эта экономическая кризация и кризис, которая витворена мобилизацией на войну, которая не является популярной. Неведомо, что ее представляли, как майже жигант, такую релігийную войну против фашизма, Западу и так далее. Но кто хочет гинути? Масово сколько сотен тысяч людей уехало? И теперь он в таком становище, где даже его пропагандисты не знают, что говорить публично по телебанке. Да нет, ну ладно, ну че, это, 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 не знаю. Ага. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Реквізити в описі до відео.